большинство попугаев семейства кокоду окрашены в белые тона но в каждом правиле не без исключений в зоопарке фельдман экопарк вы можете познакомиться с необычными цветными кокоду обитатель юго-восточной австралии розовый кокоду один из самых мелких представителей этих птиц у него нежно розовая грудка серые крылышки и изящная белая шапочка хохолок на голове австралийцы розового кокоду называют галах что с местного диалекта переводится как дурень или сильном смягчение чудак но это отнюдь не отражает отношение австралийцев к данному виду а скорее характеризует его забавное поведение эти миролюбивые кокетливые попугаи быстро привыкают к человеку и к домашнему содержанию даже ручных кокоду часто выпускают полетать на свободе далеко от дома они не улетают и всегда возвращаются а самым крупным представителем семейства является черный пальмовый кокоду он достигает длину 75 сантиметров клюв черного кокоду очень крупный мощный похожий на клюв ара или даже на клюв хищной птицы его голову украшает большой хохол из узких длинных закрученных назад лентовидных перьев в отношении самками самцы черного кокоду вступают только зрелом возрасте этот факт делает данный вид весьма уникальным не только среди большинства попугаев но и среди птиц вообще обычно пернатые стремятся как можно раньше начать отношения для выведения потомства но черные кокоду не только терпеливые но и верные как правило их пары сохраняются на всю жизнь а вот сколько живет черный кокоду в природе не знает никто но доподлинно известно что в венском зоопарке шонбрум одна птица прожила ровно сто лет именно этот возраст считается на сегодняшний день максимальным для черного пальмового кокоду